Как вы можете прокомментировать то, что происходит и какие пути выхода из вашей ситуации? Ситуация очень сложная. С одной стороны, здесь перегруз машин, которые вы видели, давят дорогу и надо с этим что-то делать. Для этого есть весовые посты контроля. Как мы видим, Министерство транспорта еще сделал один вид контроля, документальный. В данном случае водители машин, которые стоят, посчитали, что это задерживает их проезд к предприятию. И, скажем так, обозленные перекрыли дорогу, которая идет из Одессы в город Южный. Для, скажем так, чтобы успокоить эту ситуацию, то есть приехал я, приехал начальник райотдела, приехали и работники милиции, приехало много людей, которые, скажем так, пытаются сейчас утихомирить ситуацию, утихомирить ситуацию. Хотя ситуация, конечно, непростая. С одной стороны, надо, чтобы по дороге Южной двигалось, чтобы водители не перекрывали дорогу. Но в то же время мы видим, что у людей довольно-таки напряженная ситуация, нервная. То есть они тут неделю живут, они как-то очень жестко реагируют на всякие попытки их проверить и все остальное. То есть, конечно же, тут надо всем органам власти очень вдумчиво подходить к этой ситуации и понимать, что слишком реальное применение закона может привести к таким социально неприемлемым вариантам гражданского протеста. Но какие вы лично видите пути выхода? Лично я, как я вижу себе выход в этой ситуации, так это создание им каких-то условий для отстоя транспорта. Он где-то должен быть расположен, какая-то должна быть площадка, предприятие или как это должно быть? Значит, у нас есть ряд предприятий, которые мы просили, чтобы они предоставили возможность для отстоя машин. В данном случае предприятие ТИС согласилось предоставить свою территорию, за что им большое спасибо. Но тут, конечно, проблема не в отстое, вы поймите тоже. По-своему надо решать вопрос, потому что машины наши, которые мы видим, они не предусматривают перевозку такого-то ножа грузов. Они везут очень тяжелые грузы, они давят дорогу, она ползет и не рассчитана на эти грузы. Поэтому, конечно, в первую очередь мы должны понимать, что как бы там ни было, нам надо задуматься над тем, что соответствует нормативная перевозка машины, не должна соответствовать грузу, которому она везет. Это в любом случае. К сожалению, налицо недостаточная проработка работниками, которые контролируют вопрос перегруза, налицо не объяснили. Не было профилактических бесед, не было какой-то подготовки общественного мнения по этому вопросу. То есть в данном случае все эти мероприятия воспринимаются как просто нападки на предпринимателей, и не воспринимаются с другой стороны как попытка защитить дороги. То есть это то, о чем говорит наше правительство всегда. Что прежде чем закон начнет действовать, надо людям объяснить, для чего это делается, зачем это делается и как оно будет работать. То есть мы видим, что несмотря на то, что и пример министр Украины Николай Азаров много раз говорил, что сначала людям объясните, и когда люди поймут, они вас наоборот всегда поддержат. В данном случае мы видим, что людям ничего не объяснили, а просто на них опустили действия закона. То есть в данном случае я думаю, что нам также есть над чем работать, то есть заниматься разъяснительной работой, объяснять, разъяснять. И я надеюсь, что мы увидим через время, с одной стороны, хорошие дороги, которые не давятся машинами, с другой стороны, места отдыха водителей, которые будут в хороших условиях, и полное, скажем так, единение закона и нашей исполнительности. То есть, ну все равно, мне все-таки хочется понять, вы имеете в виду своим ответом, что все-таки налицо факт перегрузки автомобилей? Конечно, конечно, налицо он есть, но я еще раз говорю, применять закон надо так, чтобы люди не перекрывали дорогу.